Этот макет – иллюстрация того, каким будет новый квартал по улице Нефтяной уже в ближайшем будущем. Укомплектованный всем необходимым социальной и торговой инфраструктурой, он станет отличным продолжением идеи закладки «Умного города». Все в шаговой доступности. Однако появление одного из объектов нового корпуса детской областной больницы станет событием особенно долгожданным и важным. С расширением площадей учреждение здравоохранения сможет оказывать помощь в более комфортных и современных условиях. Обыватель, который ходит мимо, он видит, что делается снаружи. Мы бываем внутри, мы видим, какой объем там. Это как муравейник, кто-то делает это, кто-то делает другое и так далее. Мы на связи, мы однозначно даже вносим те коррективы, которые нам интересны. Ну, без изменения там конструктива, но в принципе нас слышат, и я думаю, все должно быть отлично. Сегодня в взору горожан уже открывается панорама на новое здание. Работы разделены на несколько составных частей. Как видно, строители трудятся и снаружи, и внутри. По словам главного врача больницы Сергея Ковшика, в отдельных помещениях уже даже положена плитка. Согласно плану, в новый корпус переедет часть реанимационного отделения, отделение для недоношенных детей и малышей до года, кардио-ревматологический блок и сектор палеоативной помощи. По всему оборудованию, которое планируем, если есть там нюанс, что должна быть предусмотрена схема, которая отдает информацию прямо в электронную сеть, то мы обычно об этом и говорим, что нам нужно такое. Ну, мы получили сейчас по трансграничному сервер, который позволяет, и для чего сеть нужна, изображение от любого цифрового аппарата. На сегодняшний день у нас КТ цифровой, планируется в этом году рентген. Аппарат цифровой, где не нужно снимки. У тебя все в электронной базе, причем не надо бежать никакому заведующему в кабинет смотреть. Он открывает компьютер на рабочем столе и видит все. В целом, объект должен вписаться в существующую инфраструктуру и дополнить ее с учетом комфорта и пациентов, и докторов. Здесь разработана и будет внедрена концепция безбарьерной среды. В проект заложены лифт и подъемники. Конечно, рабочие вопросы возникают, однако, по словам администрации учреждений здравоохранения, все они решаются в максимально короткие сроки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2021 года.